Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодняшний выпуск рубрики Skills and Tools у нас посвящен выбору кастрюль. Почему я взялся снимать этот выпуск? Совсем недавно в магазине мой приятель рассматривал кастрюлю и говорил, вот смотри, какая классная кастрюля, наверное, стоит взять. Я обратил его внимание на некоторые особенности конструкции этой кастрюли и с удивлением понял, что человек ни разу с этим не сталкивался и подумал, что, возможно, если вы не так часто, как я, покупали кастрюлю, то тоже, быть может, этого не знаете. Вот передо мной несколько кастрюлей. Самое первое, что я хочу сказать про нержавейку. Во-первых, я пользуюсь практически исключительно кастрюлями из нержавейки. У меня есть вот глиняный горшок, крайне редко используемый, и я хотел бы использовать чугунную, ну, либо алюминиевую посуду, но ее у меня пока нет. Про них отдельно скажу, но называть никаких производителей не буду. Да это не важно на самом деле. Не от производителя зависит, а от конструкции самой кастрюли. Итак, сначала про кастрюлю из нержавейки. Самое первое, на что я обращаю внимание при выборе кастрюли, и вас призываю на это же обращать внимание, это толщина дна. Дело в том, что если дно недостаточно толстое, то из-за неравномерного нагрева плиты у вас пища в этой кастрюле будет подгорать, подгорать с пятнами. Толстое дно – это залог того, чтобы пища не подгорала. И это все знают. Но при этом очень многие из покупателей, думая про толщину дна, смотрят вот на вот эту вот пластину, думая, думая, что вот эта пластина, и она четко видна, и показывает вот эту вот толщину, это дно. Как и хочет хитрый производитель. На самом деле это не так. Металл дорог. Производитель это знает лучше, чем кто бы то ни было. Поэтому вот эта вот толщина, которую вы видите, это всего лишь как крышечка, находится в данных краях. Поэтому самое первое, что я беру с собой в магазин для того, чтобы убрать кастрюлю, это рулетка. Проверить проще простого. Достаточно измерить глубину этой кастрюли. Вот так. 13 см и 3 мм. А теперь то же самое снаружи. Замеряю и вижу, что здесь у меня 13,8 см. Итого получается толщина этого дна всего 5 мм. А теперь смотрим сюда. И что мы видим? Мы видим, что хитрый производитель хочет нас убедить, что здесь 9 мм. Вот смотрите. То есть практически в два раза отличие. Поэтому первое, что я рекомендую брать с собой, это рулетка. Второй момент. Кто-то пользуется газовой плитой, кто-то электрической. В любом случае, я категорически отказываюсь использовать кастрюли, у которых пластиковые ручки. Даже несмотря на то, что пластиковым ручкам электрическая плита ничуть повредить не может, они быстро выходят из строя. Да и в принципе, кастрюли, чем они новее, так скажем, чем недавнее они сделаны, тем больше вероятность, что они быстрее выйдут из строя. Те кастрюли, которые я покупал 10 лет назад, служат до сих пор верой и правдой. Кастрюлю, которую я купил, к примеру, кастрюлю, которую я купил здесь в Испании 2 года назад. Посмотрите сюда. У нее вот эта защитная колячка, которая здесь есть, отлетела. Отлетела через 2 года использования. Есть еще одна небольшая кастрюлька. Я ее пользуюсь уже крайне редко. У нее, например, отлетела одна ручка из-за некачественной пайки. Тоже касается, кстати, бытовой техники. Та бытовая техника, которая покупалась 10-12 лет назад, она делалась, мягко сказать, на века. А то, что выпускается совсем недавно, я подозреваю, хитрые маркетологи и хитрые технологи рассчитывают срок службы так, чтобы они проработали немножко больше гарантийного срока, а потом сломались. У меня таким образом уже дважды выходила из строя здесь посудомоечная машина. У меня недавно вышел из строя непроработавший и 3-х лет вытяжной вентилятор, вытяжка. А те вытяжки, которые и тех посудомоечные машины, тех же компаний, что работают мне в Москве, проработали 5 лет без малейших намеков на повреждения. Поэтому смысла гнаться за какой-то супер-пупер дорогой техникой и кастрюлями я не вижу, потому что даже самая дорогая техника, к сожалению, сейчас выходит из строя гораздо быстрее, чем техника этого же самого производителя, выпущенная еще 5-7, не знаю, 8 лет назад. Это был рассказ про толщину дна. Второй момент. Я использую кастрюлю с металлическими крышками. Стеклянные крышки, на мой взгляд, исходя из моего опыта, это профанация. Разговоры про то, что стеклянной крышкой можно накрыть кастрюльку, пока мне что-то варится, и видеть, что там происходит, для меня это звучит как бред буйнопомешанного, потому что когда под этой крышкой что-то варится, крышка моментально либо запотевает, либо покрывается каплями. И разглядеть, что же там под ней происходит, не получается. И к тому же я не без руки. Мне несложно приоткрыть крышку, посмотреть, что там, и закрыть. А вот минусы стеклянной крышки очевидны. Все, что есть на кухне, рано или поздно падает. И стеклянные крышки также падают и разбиваются. А теперь я хочу показать дешевый такой вот сотейничек, который я купил в Икии. У этого сотейника вообще нет вот этой вот полосы, этого дна. Тем не менее, он массивный. И на сегодняшний день вот этот удобный сотейник – одна из моих любимых посудин. Почему он еще мне стильно нравится? У него закругленный переход от дна к стенкам. А это значит, при приготовлении соусов и прочего, веселкой, венчиком. Очень удобно собирать продукт с вот этого самого стыка. Там ничего не застревает, значит, не подгорает. И еще один важный момент – это, может быть, не очень нормально, грамотно сделано, но вот эти вот клепки, то есть, они проходят насквозь к кастрюлю и очень надежно удерживают ручку. И у меня есть большая надежда, что вот эта ручка точно не отвалится, как это произошло с одной из моих кастрюль. Вот такой. Там ручка держалась на четырех точках точечной сварки, и все оторвалось. И что касается глиняного горшка. Глиняный горшок – это вообще сказка, если мы говорим про приготовление каш, про запекание овощей, приготовление орландского рагу и прочего в духовке. За счет своей толщины, за счет своей малой теплопроводности, к тому времени, когда он прогревается, он прогрет равномерно по всему объему. И поэтому риск пригорания в нем в десятки раз меньше. Да, в нем готовится значительно дольше, чем в чугуне или в металле, но готовится равномерно. И это большой плюс. Что касается чугунной посуды, которой у меня здесь нет пока, я надеюсь, рано или поздно какие-то рекламодатели проснутся, пришлют к нему на пробу свои чугунные изделия, и я смогу вам рассказать, ни в коем случае не прохвалить, рассказать свои впечатления от их использования. У меня в России были чугунки из чугуна, чугунки из алюминия, и была посуда обливная, чугун с покрытием из эмали. Чугун с покрытием из эмали штука очень хорошая. Единственный минус в том, что со временем эта эмаль может скалываться. А если она скалывалась, то таким чугунком пользоваться уже не стоит. У меня недостоверная информация, я могу соврать, но то, что я слышал, при нанесении эмали на чугун, чугун покрывается, мягко говоря, не очень полезными веществами для человека. Поэтому, если образовался скол, то такой посудой пользоваться нельзя. При выборе необревной посуды из чугуна стоит обращать внимание на гладкость внутренней поверхности. Чем она более гладкая, тем легче эксплуатировать такую посуду. Чугунную посуду, как я уже упоминал, нужно беречь. Она прослужит века, и если ее не ронять и не обкалывать, то прослужит она гораздо дольше, чем все эти нержавейки и даже глиняные горшки. Штука очень удобная. То же самое относится и к алюминию. Высокая теплопроводность, хорошая теплоемкость, и то, что он более легкий, позволяет получать в нем прекрасные блюда. Единственный, пожалуй, минус для такой посуды, для алюминия, для чугуна, это то, что не стоит их мыть в посудомоечной машине. Ну и еще один момент, пожалуй, это то, что для любой посуды такого типа надо всегда задумываться о том, можно ли ее поставить в печку, не помешает ли что-либо. Помешает в данном случае, я имею в виду ручку. То есть, если ручка на такой посуде, ручка крышки, ручка самой чугунка, ни пластик, ни дерево, то смело можно брать. Вот такой достаточно краткий обзор. Я надеюсь, он вам будет полезен. Спасибо за компанию. Всем пока.